Девушки отдыхают 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 Но самое важное, кацёобуши используется для самого базового японского бульона, который называется даши А вот это, например, сок юзу Юзу, кстати, самый маразостойкий из цитрусовых Он привезен был из Китая около тысячи лет назад У него великолепная кожица, великолепный сок, который повара любит использовать Мы все очень часто видели, как обжаривают кофе, да? И вот в практически таком же ростере крутится барабан, и листья чая медленно обжариваются Мы решили взять домой самый популярный чай японский, это сенча Японский чай бьется целыми листьями, его не только заваривают, но и выпивают вместе с листьями, перемалывают их в предварительный порошок Взяли еще мачо, она сразу уже перетертая в порошке Мачо это более элитный сорт чая, и более дорогой Его затеняют, когда он растет, чтобы листики не перегорали на солнце И это только ручной труд, мачо собирают исключительно руками 4 тысячи евро это 40 долларов? 40 евро? 40 евро Японские омлеты, смотри, вот как раз их там делает молодой человек В одну часть он палочками сдвигает яйца, и она там собирается Сейчас он, когда все жидко испарится, он просто сложит эти две части и дольет еще яйца Смотри, оба! Обожаю, это же искусство, знаешь, вообще стрельфуд, это ежедневное искусство И вот здесь же на витрине можно купить такой омлет Готовится очень просто, там нет молока, только яйцо, немножко соли Это макрель суши, а это ил суши, с копченым угрем суши Предлагаю, кстати, взять на пикник Японцы есть пословица о том, что еда важнее, чем цветок Поэтому они очень любят собираться на пикники во время цветения сакурами И обязательно под ней, и, собственно, есть Мы находимся на набережной реки Камагава в Киото Такой у нас импровизированный пикничок Давай выпьем Отличное пиво Саппора Второе мы взяли, ну потому что цветущая же сакура вокруг Самтори тоже с цветущей сакурой У нас здесь есть сашими У нас есть японский омлет Очень-очень нежный, готовится на квадратных, как вы помните, сковородках Это брюшко голубого тунца, оно называется атора Это уникальная вещь в Японии Его едят в сашими или в суши, в данном случае это сашими Еще есть и самые суши из киото, которые завернуты в лист хурмы Листья не едят, как оказалось Внутри макрель, они очень вкусные Очень, очень необычные для нас вкусы Знаешь, как суши с селедкой Это, как мне странно, вкусно Организуйте себе такой пикник, чем прекрасные погоды в этот момент С японским пивом, с едой, с прекрасным видом На киото и под лепестками цветущей сакуры Это наш выбор Выбор вдвоем в киото Не оскорбляю образ Мэйка Сейчас я пойду сниму со себя все это одеяние, умоюсь И с удовольствием расскажу вам о том, как это происходит здесь, в Киото Это тот самый квартал, по которому мне удалось пройти в образе Майка Ученица гейши, она привлекает клиентов своим внешним видом А считается, что гейши талантами привлекают и уже умениями Нам на выходе, как настоящий Майку Дали свод правил, чего делать здесь нельзя Ну, то есть, когда ты ходишь в костюме Нельзя фотографироваться у магазинов Нельзя опошлять образ гейши, собственно, Майка Нельзя есть, нельзя пить Господи, еда Ученицы носят разноцветное кимоно с длинным рукавом Чем младше девушка, тем ярче и разноцветнее ее кимоно Майка носит сандалии, они называются капори В которых, кстати, не очень удобно ходить И можно ходить исключительно мелкими шажочками Чтобы стать Майкой, девушка не должна быть выше 160 сантиметров Потому что из-за высокой обуви, плюс из-за прически Майка большого роста будет выглядеть нелепо Ну, скажем так, со своим сороковым размером обуви я смотрелась достаточно органично Ученицы и молодые гейши носят макияж, он называется осирой Что в переводе с японского означает белый На восковой основе Используют с целью произвести впечатление на клиентов Считается, что при свете свечей белоснежное лицо выглядит загадочным, развлекательным Но поверьте, не вблизи, в предневном свете Современный макияж абсолютно безвреден для кожи Однако до конца 20 века гейши часто получали отравление свинцом Основу макияжа составляли свинцовые белила Макияж также наносят на шею Оставляя по линии роста волос Очень красивый, незакрашенный участок Эри Аси Я с удовольствием поделюсь адресом того места, где вас могут превратить в ученицу гейши Майка В комментариях под этим видео обязательно напишу, где это случилось со мной Потому что опыт был невероятный Это все очень тяжело Я думаю, что килограмм 7 весит полностью все кимоно Возможно, больше Когда все это заканчивается Когда с вами случается самое уникальное приключение, наверное, в Японии И вам отдают несколько фотографий в сепи и в черно-белом Затем вам еще отдают вот такой брошюр Еще самое важное Вам отдают диск с исходниками Удачными, неудачными Но уже как получится Опыт незабываемый Я думаю, что настоящий шэм должен быть крайне мультизадачным Ну, как Цезарь приблизительно Потому что каждый овощ, каждый моллюск, каждый кусочек рыбы здесь на поверхности Который готовится прямо сейчас, имеет свое время И очень важно помнить о времени каждого из них Это круто, это большое искусство Пожалуй, это самая жирная говядина в мире, которую я ела Да простят меня, буддисты в Японии Она настолько жирная, правильно жирная, что она лопается на языке Теплым, сливочным, мягким и с мясом, жирным Мы только что пробовали разные части мраморной говядины В Японии очень ею гордятся Существует очень много легенд и мифов по поводу того, как выращивают эту говядину О том, что бытиков подвешивают, ужасные истории Но на самом деле живут они прекрасно Им делают постоянно массаж такой бамбуковой деревянной щеткой Их очень плотно кормят, до тех пор, пока текстура их мяса не превращается в такую жиро-мясную массу Ладно, это все говядина Первую линию Шинкан-сен открыли под Олимпиаду в Токио Это одна из самых гастрономических достопримечательностей Токио Вот уж воистину едем и едим